МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара-Медиа. С вами Наталья Бедрак. Утром 22 июля на трассе Р-255 в Сибири в нескольких километрах от Ангарска случилось смертельное ДТП. По имеющимся данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и съехал в Кювид. В салоне транспортного средства находилось двое жителей Устилимска, один из которых погиб, другой госпитализирован. Сейчас дорожным полицейским предстоит выяснить, кто из мужчин в момент аварии находился за рулем иномарки, а также все обстоятельства случившегося. Взрослая жизнь – это полная ответственность за себя и свои поступки. Ребятам, которые растут вне семьи, особенно непросто справляться с навалившимися проблемами, когда приходит время покидать стены родного центра. В Ангарском центре помощи детям задача подготовки ребенка к самостоятельной жизни – одна из самых приоритетных. Взрослая жизнь – это полная ответственность за себя и свои поступки. Ребятам, которые растут вне семьи, особенно непросто справляться с навалившимися проблемами, когда приходит время покидать стены родного центра. В Ангарском центре помощи детям задача подготовки ребенка к самостоятельной жизни – одна из самых приоритетных. С момента поступления подростка в учреждение начинается системная работа по обучению его навыкам самообслуживания, ведению домашнего хозяйства, умению строить и планировать семейную жизнь. Особое внимание уделяется и формированию профессиональных навыков. Кристина проживает в центре помощи детям уже два года. По словам девушки, здесь она не только получила психологическую поддержку и научилась многим бытовым вещам, но и смогла реализовать себя в любимом занятии – танцах. После выпуска Кристина планирует поступать в Медицинский государственный университет. Мне во всем помогала мама, а сейчас я все делаю сама. То есть стираю, глажу, готовлю даже. Я когда дома жила, я мечтала просто записаться на танцы. А когда сюда поступила, здесь есть педагог Наталья Борисовна. Она ведет как раз танцы, занимается у нас коллектив ритм. И мы даже выступали на Брикальской звезде. Для большинства ребят вхождение в самостоятельную жизнь сопряжено с большими трудностями. Поэтому для успешной адаптации будущие выпускники получают помощь, направленную именно на приобретение опыта и последующего включения в реальную взрослую жизнь. 15-летний Виктор признается, что в силах своих теперь не сомневается. И с легкостью может не только решать бытовые вопросы, но и правильно оформлять документы на получение какой-либо государственной услуги. Без особых сложностей он проходит каждое тестирование в тренировочной комнате при Центре помощи детям. Я научился пользоваться сайтами государственными, оплачивая госуслуги, государственные услуги. Также ознакомился с многими новыми сайтами государственными. Программа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в современном обществе «Жить правильно» проходит в несколько этапов. Один из них – закрепление на практике в условиях тренировочной комнаты навыков, умений и знаний, полученных в процессе реализации подготовки. Для этого созданы все условия – продукты, бытовая техника, мебель, компьютер, интернет и, конечно же, помощь специалиста Центра, который вкладывает в каждого ребенка время, знания, силы и любовь. В одном из блоков программы практикующийся должен самостоятельно составить меню, приготовить обед из имеющихся продуктов, освоить навыки гостеприимства и этикета приема гостей. Ну, в дальнейшем я планирую все-таки закончить 9 классов в школе, потом пойти уже поступить в техникум на автомеханика или на газоэлектросварщика, я еще до конца не выбрал. Дальше отучиться, выпуститься с Центра, ну и жить уже, личную жизнь устраивать. Я понял то, что уже пора становиться взрослее, наверное, то, что скоро, может, самому придется так же готовить, убирать за собой. Безусловно, полностью уберечь выпускников от проблем не удастся. Однако специалисты учреждения делают все необходимое для того, чтобы ребенок был максимально грамотно подготовлен к будущей взрослой жизни. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. На постоянную работу требуется слесарь по ремонту технологического оборудования, сборщик металлоконструкции, зарплата от 30 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 902 549 06 25. Для выполнения уроков и творческих занятий каждому ребенку нужен свой уголок школьника, его домашний кабинет. Необходимая для этой задачи мебель должна быть удобна и соответствовать определенным критериям. Каким? Расскажем в нашем следующем сюжете. Внешний вид мебели определяет многое, но далеко не главное. Однако нужно учитывать, что школьник много времени будет проводить за столом, выполняя домашние задания. Для того, чтобы спинка была ровненькая, правильно она сидела, осанка у нас сохранялась и угол 90 градусов сохранялся, обязательно у них должна быть подставка под ноги. Для учеников младших классов производители также предлагают растущие парты. Высота и угол наклона, столешницы, в них регулируется подрост и потребности ребенка. Регулируется угол наклона. Ортопеды рекомендуют, что хотя бы угол 5 градусов должен быть. Стол-трансформер учитывает все анатомические особенности ребенка. А такой стул станет прекрасной альтернативой растущей парте. Каждый стульчик индивидуально регулируется под ребенка. Ростовая от 130 до 170 сантиметров. То есть с 4 до 15 лет стульчик можно пользоваться. У школьников старших классов популярностью пользуются профессиональные компьютерные кресла. Они также подходят для выполнения домашних заданий в комфортных условиях. Чтобы точно определить, подходит компьютерное кресло вашему ребенку или нет, лучше его выбирать вместе. Вам помогут менеджеры салона мебели для офиса и дома «Офис-стиль». Город Ангарск, улица Горького, торговый центр «Подиум». Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Тренировки в ангарском конно-спортивном клубе «Аллюр» проходят в прежнем режиме. Занятия проводятся в индивидуальном порядке. В настоящее время ученики готовятся к муниципальному конкурсу. В перспективе наездники примут участие и в областных соревнованиях. По словам руководителя конно-спортивного клуба Ольги Слободенюк, ангарчане, которые хотят заниматься верховой ездой и никак не ограничены в получении услуг. Также проводятся и фотосессии, также детишки приходят в «Аллюр», чтобы пообщаться с лошадьми. В 2020 году конный клуб был практически на грани выживания. Тогда существенные коррективы внесла пандемия. Организация не работала несколько месяцев и приходилось терпеть серьезные убытки. Помощь оказывали как различные предприятия, так и просто неравнодушные ангарчане. Сейчас, несмотря на пандемию, тренировки проходят, занятия по ипотерапии тоже ведутся. Естественно, все с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Стоит отметить, что на базе клуба работает объединение от Дворца Творчества, где дети узнают много нового о лошадях, ходят на занятия и участвуют в научно-практических конференциях. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Выставка спортивных достижений АНХК пополнилась новыми экспонатами. Сейчас коллекция насчитывает около 400 предметов – кубки, медали, спортивный инвентарь, книги, значки и архивные фотографии. И это не предел. Сегодня более 4000 работников ангарской нефтехимической компании активно занимаются спортом. А это значит, что впереди еще множество спортивных достижений и наград. В экспозицию выставки вошла вся история спортивной жизни АНХК, начиная с 50-х годов. На открытии присутствовали и ветераны спорта нефтехимической компании. Они с особой теплотой вспоминают времена своей спортивной молодости. Коллектив физической культуры нефтехимиков был создан в 1950 году при завкоме комбината «16». Тогда он объединял 562 человека. Были созданы спортивные секции команды по футболу, хоккею с мячом, волейболу, шахматам, лыжам. Валерий Иванович Сахаровский много лет был у руля спортивной жизни нефтехимиков. И отлично знает, как организовать любое мероприятие и как воспитывать спортсменов высокого класса. Я поставил портреты, мы поставили, безусловно, заслуженных мастеров спорта СССР, многократных чемпионов мира, Европы, Советского Союза, Наталью Иванову и Альбину Комич. Это наши ребята, наши. Вот Наталья Иванова Карпенко выгонял, я ее заставил идти на тренировки и проводить дальше тренировки. Вот так бы выгнали кого мы? Заслуженного мастера спорта, не дай бог. С 1950 года начался период бурного роста спортивного мастерства. За 10 лет было подготовлено большое количество профессиональных спортсменов, в том числе нефтехимиков. Мы, ветераны, очень гордимся вами, руководством, очень благодарны вам, что вы нас не забываете. Вы каждый год нас приглашаете на Новый год, мы каждый год встречаемся, не забываемся. Так бы вы потерялись давно, друзья, а нас, спортивные, мы все время зовем в спортивный клуб. Не можем уйти от этого слова. Коллектив из культурнера, это наш родной, мы там выросли, мы там состарились, Мы издавали, что могли. Из-за этого огромная благодарность. На предприятии ежегодно проводится около 200 различных мероприятий, в том числе комплексные спартакиады, матчевые встречи, соревнования по олимпийским и экстремальным видам спорта. АНХК с 2009 года принимает участие в самом крупном спортивном состязании компании. За это время команда нефтехимиков «Ангара-9» становилась чемпионом финалов летний и зимний спартакиад «Роснефти» и шесть раз призером. Выставка спортивных достижений НХК располагается на втором этаже спортивного зала «Нефтехимик» в 29-м микрорайоне. Ее может посетить любой желающий. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаю, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте и в Одноклассниках. А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск-360». У меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свича». Новости сегодня. Городское благоустройство, контроль на всех этапах работ. Ангарск и ангарчане. Страховая компания «Колымская» уходит с рынка страховых услуг. Токио на старт. 23 июля в столице страны восходящего солнца стартуют 32-е летние Олимпийские игры. Встречная полоса. ГИБДД запретила самокатчикам выезжать на проезжую часть. Газета «Свича». Живи ярче, живи светлее. Здравствуйте. Это погода на канале «Ангара-Медиа» и я, Екатерина Кусюмова. В Байкальске 23 июля переменная облачность. В обед температура воздуха составит плюс 20 градусов. В темное время до плюс 14 и дождь. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем температура поднимется до 19 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 14. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – семейное кафе «Эклер» от ИП «Куземенко». Уютная атмосфера, интересная кухня, оригинальные сладости. Игровая комната для малышей. Кафе «Эклер». Приходите насладиться. Приглашаем ангарчан в кафе «Эклер» от ИП «Куземенко». Завтраки на любой вкус. Яичницы с беконом, сырники, кашки, протеиновые коктейли. Сытные бизнес-ланчи, в том числе и в выходные дни. Все это в светлом и уютном зале со спокойным интерьером, где просто приятно находиться. Кафе «Эклер». Приготовьтесь насладиться. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу солнечно, днем 29 градусов тепла, ночью плюс 18 и дождь. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин